Выход из зоны комфортно. И я постараюсь очень динамично пройтись по этим пунктам. Саша, следующий слайд. Это значит, и есть хорошая поговорка. Звучит она следующим образом. Если вы не можете решить проблему, пока не признаете, она есть. Пока не признаете то, что она есть. И у каждого из вас существует проблема. То есть я сейчас намеренно опускаю всю аудиторию пониже, чтобы вы себя почувствовали с проблемой. Почему я именно с этого решил начать? Потому что каждый год на рефлешке все кричат, я приеду в новом звании, и приезжают только некоторые. Поэтому все крики ваши о том, что вы приедете в новом звании, сейчас имеют, если не ноль, то очень малую цифровую единицу. Понятно? Потому что только некоторые приедут в новом звании. И казалось бы, вроде ничего, когда разговор идет об общей аудитории. Но теперь смотрите, как меняется ситуация. Я подхожу к Наташе и говорю, Наташа, у тебя не будет конкретно, не будет нового звания в следующем году. Оль, и у тебя не будет следующего звания. Андрей, и у тебя не будет следующего звания. Ульяна, и у тебя не будет нового звания. Меняется ситуация, когда я говорил об общей картине? Что? Не, ну у меня злость разбирает. Да, ты что меришь-то? Крошная гнука. Ромсы как не будет. Ты о чем? Уж я-то точно буду. Именно эту ситуацию я хочу... Я могу сейчас к каждому из вас подойти и вот эту злость вызвать, да? Но вы подумайте, что я сейчас каждому из вас говорю, что вы не будете. То есть я обозначаю то, что у вас есть проблема. Хотя старая еврейская пословица говорит следующее. Все, что можно решить деньгами, не является проблемой. Это всего лишь расход. В нашем случае на самом деле это проблема. Почему? Потому что деньгами построить структуру, ну в принципе мы можем, но это не рентабельно. Поэтому давайте называть вещи своими именами. И я сегодня постараюсь во всяком случае помочь вам выйти из зоны комфорта. Я знаю, что такое зона комфорта и многие из вас наверняка тоже знают. Итак, Саша, следующий слой. Вчера на тренингах, да и вообще по жизни, каждый из вас уже понимает, что лидера назначить невозможно. И сказать, что ты будешь директором или ты будешь директором, а ты будешь сапиром директором, мы, конечно, используем эти фразы, но чисто для поддержания вашего духа и настроя. Но на самом деле будете ли вы каким-то директором, зависит исключительно от вас. И назначить лидера в принципе невозможно. И вот я вчера пытался тоже в нашей команде вызвать вот эту ситуацию, чтобы кто-то сказал, я буду капитаном, я буду капитаном. Но все почему-то вот в моем присутствии стараются отмолчаться. Ой, где она будет? Понимаете? Опа! Это первый знак, что вы не лидеры. Ясно? Большого успеха не у лидера не будет. Хотя есть юмор сетевого маркетинга, вы случайно можете пригласить двух человек и стать золотым директором. Случайно. Может быть, исключение из любого правила. Но, как правило, этого не бывает. Поэтому директором вы станете, вернее, не директором. Каждый из вас станет консультантом 22% при вертикальном построении. Факт. Это всего лишь вопрос времени. Каждый из вас станет консультантом 22%. Возможно, кто-то станет старшим менеджером. Возможно. Некоторые станут директорами. Вы вот сейчас сидите и слушаете. Блин, Ген, вот такая позитивная рефлешка. А ты нам что-то тут мозг закручиваешь и, ну, не должен, ты должен нас поднять, а ты нас, типа, опускаешь. Ничего, поднимать мы вас будем, да, постараемся, во всяком случае, поднять. Но, как говорится, чтобы высоко подпрыгнуть, нужно присесть, да, стой вот так, не получается высоко. И как ты, оп, то уже можно и хорошо прыгнуть. Соответственно, вам нужно сейчас разозлиться резко на себя. И когда вы приедете на территорию, с которой уехали, вы запомните, что вы приехали сюда одними, а уезжаете другими. Согласны? Каждый чувствует себя в состоянии. Да. Теперь внимание. Люди, к которым вы сейчас приезжаете, они те же. Они не понимают вашего изменения. Поэтому, как вы будете себя преподносить, очень сильно зависит от вас. Активно, динамично, или же, наоборот, пассивно входить в свое новое состояние, в свое окружение. Очень зависит от вашей стратегии, как вы себя подадите. Очень важно. За следующий момент. Качества лидера. Можете их переписать. Я, в общем-то, выбрал те качества. Не буду говорить, что я их придумал. Я просто тупо забил в интернете, выбрал 30 качеств. И из них выписал те, которые, на мой взгляд, подходят. На мой взгляд. Поэтому, ну, как бы, это не истина в последней инстанции. Вы можете, выписав все эти качества, поставить плюсики, с чем вы согласны. И можете поставить минусы, с чем вы не согласны. Дальше, отвести плюсик. Я лично так веду конспекты. Обвести плюсик, если я соответствую этим качествам или придерживаюсь. Или обвести минусик, ну, как бы, если не хочу я им придерживаться. Да, ну, кто хочет работать над тем, чтобы, вернее, работать над тем, чтобы работа приносила удовольствие. Мне кажется, тут работать не надо. Если вы не любите этот бизнес, с которым вы пришли, большого успеха. Люди читают это на, как сказать, на языке тела. Если вы любите эту работу, я могу про Reflame рассказывать пять часов, если мне еще пару раз нальют кофейку в этот момент, не останавливаясь. На любые темы, по большому счету, за исключением, наверное, ту тему, которую очень нас любит Лена Тиняева. Ну, не моя тема, поэтому вчера, когда мы гадали, например, тема о продукции, я как бы уходил в сторонку, потому что, ну, не моя тема. Я тушь от помады отличаю. Но это не мешает мне встроить бизнес, может быть, в моем случае это проще, потому что у меня жена и дочь занимаются этой темой, да, в основном Зина, конечно, про продукции, хотя тоже она там сильно, может, не углубляется от ее задачи, не мотивации человека на близком расстоянии, будь это экран или же за столом сидеть, да. Но, тем не менее, там, продукцию она, во всяком случае, знает, в отличие от меня. Я думаю, что здесь вы все переписали, Саша, следующий слайд. Каждый из вас наверняка слышал эту притчу, и я с чем нужным ее сюда... сюда добавил. Да, все знают притчу про три предмета и капитал? Все? Нет. Кто не знает? Ну, вот я и предполагал, что все-таки мимо новичков это прошло. Итак, есть три продукта, я вам расскажу. Не знаю, я сладкий. Есть три продукта, которые, поместив в одну среду, меняют свойства. Если морковь опустить в кипяток и долго там подержать, то она из твердой становится такой? Да. Она меняет. То есть наше понимание, то есть если вы там еще в соленую ложечку бросите огурец, он тоже станет соленым. Мы, попадая в другую среду, не в какой мы с вами находились в зоне комфорта, мы с вами меняем свое свойство. Кто-то меняет, кто-то из твердого становится мягким, его ломает. Яйцо, наоборот, попадая в кипяток, из твердого становится, ой, из белого, из жидкого, из мягкого становится твердым. Да, кого-то это закаляет, кто-то хоп-хоп-хоп-хоп, собирается, и становится крепче. Понятно, да? Но самое интересное, это кофе, потому что кофе, попадая в кипяток, меняет саму среду. Понимаете, оно растворяется в нем, и среда становится другой. И вот в этом моменте я хочу рассказать про свою жену Зину. Потому что самый ярко выраженный лидер, на мой взгляд, это Зина. Потому что маленькая женщина, попадая в любую помещение, ее становится много. Все, если до нее доходит слово, вы заметили, если она берет слово, все. И, причем, я видел, она ломала и валяла таких людей, у которых было тысяча отрицаний. Да? То есть, вот, в YouTube, забейте, кто не видел, называется ролик шестиминутный, вагон смеха. Я его на какой-то орифлэшке даже, по-моему, показывал. На прошлое, поможет. Не на прошлое. Но он мне безумно нравится, потому что это, на мой взгляд, самый сильный ролик. Мне его показал Вова Волков, когда я в Ижевск приезжал к Ирине Волковой на семинар. Вот. И я был просто поражен, в шоке. Шесть минут ни одного слова. Суть ролика я не стал его включить, чтобы сакануть время. Тем более, он без слов, да? И многие его понимают абсолютно по-разному. Когда люди едут, он постановочный, там, с нескольких камер снят. То есть люди заходят, в метро заходят люди, они все уставшие, едут с работы. Ну, как мы едем с работы, в метро, там, в Москве. Ну, грустно, да, уставшие. Метро серое. И вдруг заходит другой человек. Солнечный. Он смотрит на всех, и он прям выделяется. Вот он другой совершенно. Среда другая. И он начинает улыбаться. Все на него начинают оглядываться. Ну, дурак какой. Он дальше начинает смеяться. Смотрят уже все. Дальше он начинает разгонять этот смех и заливается в хохот. Люди начинают улыбаться и начинают смеяться. И очень шикарный ход режиссера. Он прям для нас, для сетевиков. Когда все смеются, он начинает улыбаться. И на следующей станции выходит, заходит в следующий поезд. Поезд двигается, и он начинает там тоже ржать. То есть Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Посмотрите этот ролик вот с этой точки зрения. Что я хочу сказать этим? На настроения нет, а подняли. Ребята, ну каждый хочет стать бриллиантовым директором. Что-то наоборот допинает. Каждый хочет стать бриллиантовым директором. Ну, правда? Да. Нормальный, наверное. Как бы побольше эмоций прибавить в эту фразу. В глазах все. Все сидящие здесь, как это ни приспорно, не станут бриллиантовыми директорами. Америку я вам не открою, потому что в России на сегодняшний день, за 20 лет, порядка, там, Сталин, там, там, побольше бриллиантовых директоров. То есть реалии говорят о том, что сегодняшние люди и, казалось бы, не очень хорошая ситуация, правда? Но подойдя к каждому, вот я лично, я не верю, что все станут бриллиантами директорами, но подойдя к каждому, я могу сказать смело, я верю, что именно ты станешь не они. А именно ты станешь бриллиантовым директором, если ты изменишься. Я верю, что именно ты, не они, именно ты станешь бриллиантовым директором, если ты будешь делать не то, что делаешь сейчас. И это надо признать. Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она есть. Биллиантовым директорам не буду подходить по понятным причинам. Вы не сможете, потому что вы уже стали. Не, ну, где-то потеряю, вы стали исполнительными. Мне обидно, я не буду. Хорошо, да, так вот. Вы однозначно станете исполнительными директорами раньше, чем Геннадия и Зинаида Хвостова. Это больно, который он не будет. Может быть. Если поверите в это. Переходим к следующему слайду. И вот она, зона комфорта. Андрей, Оль, мы с вами знаем, что домик на Украине, Смоленска, о котором вы рассказывали, о котором мечтает половина сидящих здесь, является такой зоной комфорта, чтобы выйти из него. Это надо какие-то, какой-то пинок, толчок, потому что это награда, да, и вы мечтали об этом, вы это заслужили. Вы этим наслаждаетесь. Но сколько вы этим наслаждаетесь, и как долго вы еще будете наслаждаться? Ничто не портит мечту. Записываю. Как и ее достижение. Когда мечта достигнута, все, не одно, о чем мечтать. Тогда мы наслаждаемся тем, что мечта исполнена, и ставим следующую мечту, еще выше. Только так мы развиваемся. И где вы сейчас находитесь, вот тут, каждый из вас, и я тоже тут нахожусь, это не то место, где есть успех. Именно вот этот слайд был причиной того, что наша семья стала, ну, я считаю, успешной. Потому что всего четыре семьи в России имеют два бриллиантовых номера в одной семье. Всего четыре. И я считаю, это, как бы, ну, хорошие показатели. Спасибо. Спасибо. То, что, где вы находитесь сейчас, не место положения в Reflame, а ваше место в жизни, это не то место, где хорошо. Именно это было причиной толчка нашего роста. Потому что мой друг, долларовый миллионер, сказав мне фразу, Гена, ты никогда не будешь успешным, тем самым ввел меня в шоу. Это то, что я сегодня пытаюсь сделать. Показать вам, что вы, ну, как вот, Наташа, сегодня мне понравилось слово, черед. Понимаете? У кого протест в этом? Ну, правда, ну, правда. Ну, вы же не черед. Ну, разозлитесь только не на меня, а на себя. Я никогда не хочу быть чередью. Да? Когда вы искренне признаете это им, не захотите выйти отсюда, когда он мне сказал, я был в шоке просто. Он мне в глаза говорил, что я, ну, там, ну, не то, что под плинтусом, ну, во всяком случае, на уровне. И как так? Я начал задавать вопросы, ну, это у меня вот прошло 15 лет, а это все сидит у меня в голове и будет сидеть всю жизнь. Да? Есть фразы, которые меняют жизнь, которые на другую плоскость вас выносят. Вот это и есть та фраза, которая меня вынесла на эту плоскость. Поэтому сегодня я хочу заложить эту фразу, может быть, она вас вытолкнет на новую плоскость. Ну, я, правда, буду крайне удивлен, честно. Вы меня просто поразите, если на следующую айфлешку вы все приедете в новом звании. Я не имею права, не имею в виду новое звание. Я сегодня в 12, а теперь я в 15, да? Ну, ребят, за год поднять один уровень, ну, это ни о чем, это делается за каталог. То и меньше. При такой ситуации. Так вот, место, где случаются чудеса и та жизнь, которую вы хотите, она находится за пределами вашей зоны комфорта. И если, например, Свете сейчас было неудобно ломать себя, она говорит, я такая и такой хочу быть, квартиру брать, ипотеку, то тебе надо сделать те шаги, которые некомфортны, сломать себя, сломать себя, понимаете? Мы должны работать над собой. Только те действия, которые нам непривычны, нас поднимают. Мы становимся более... На следующем слайде я хочу вам показать, как бы, цели, куда мы идем. Мне кажется, все очень понятно. Вот я захотел такую жизнь, и эта картинка, она у меня была. Я мог сюда включить строителя, но зная, что сегодня будет больше, потому что я бывший строитель. И я сначала сделал слайд со старым, таком сморщенным строителем, да, и думаю, ну вот таким бы я был. Но зная женскую аудиторию, что сегодня... И, как правило, сейчас большинство идет после институтов, девчонки все равно попадают не на какую-то работу, а где-то практику. Ну уж не в Макдональдсе, например, а в каком-то бутике или еще где-то она работает. Ну, в принципе, вот, если человек работает всю жизнь в торговле, всю жизнь, вы должны иметь представление, я специально визуализировал, представление, кем вы будете. Да? Не важно, сколько вам лет. Вот если вы идете в торговлю, то рано или порно... Ну, здесь может быть еще белый колпачок, может быть немножко другой фарточек. Ну, вот такой удел продавца, если он не растет. Правильно? Удел консультанта тоже. Причем продавец может быть... Она может несколькими отделами заведовать, рыбными, народочными, еще и за прилавком не стоять. Вот ее предел там карьерного роста. Управленцы ее не возьмут, она исполнительна. Теперь посмотрите на людей в нашей компании. То есть, что предлагает компания, кем она предлагает вам быть. Я больше чем уверен, что листая планы успеха, смотря ролики и видя успешных людей в галстучках, в Майаве, в Сингапуре и еще где-то, да, на наших конференциях и на банкетах директоров, каждый из вас хочет быть именно таким и почаще. То есть, мотивация быть таким, она выше, чем мотивация быть таким. Старая поговорка, не важно, где вы находитесь, важно, в каком направлении вы движетесь, говорит о том, что... Ну, скажите мне, кто из вас сейчас еще до сих пор работает? Есть такие? Ну, Ромис, ты все-таки индивидуальный предприниматель, немножко другой, а ты работаешь по найму. Да, Вика? Да. Ты работаешь по найму. Посмотри на людей, которые отработали всю жизнь на твоей должности. Вот такой ты будешь. Я даже не знаю, где ты работаешь, кем ты работаешь. Вот ты такой будешь. Задаю вопрос, ты хочешь такой быть? Нет. Ну, я сейчас все для этого делаю, чтобы такой не быть. Отлично. Теперь, если ты эту мысль будешь транслировать людям, и вот так вот, может быть, я не знаю, убедительно или неубедительно я это показываю, но ты ее будешь транслировать своим людям, поверь мне, найдется огромное количество людей, которые не хочут идти тем путем, которым сейчас ты идешь. Логиков найдешь, если логиков найдешь, они быстро сменят. И покажи нашу жизнь, как бы, какой мы стремимся. Саша, следующий слой. Ну, и, наверное, один из таких, то есть, страхов напустил, вроде, что-то там помог и поднять, веру попытался вселить, да? Но теперь же надо работать. И, в общем-то, очень давно доказанный факт, что человек состоит из привычек. Мы, что мы есть, это продукт наших привычек. Мы делаем приблизительно одни и те же действия ежедневно. Согласны? Да. А хотим быть другими. Вы знаете, я был в Майами, когда нам пригласили основателя журнала «Сокис». Успех США Даррен. Да, Дерек как-то... Дерек как-то... Дерек, Дерек... Забыл, как ты... Дерек, Даррен. Ну, в общем, забыл я, кто что-то такой. Я вспомнил, что там. Дерек Харби. Дерек Харби, да. Так, для нас это неизвестное имя, но в мире бизнеса безумно известный человек, который интервьюировал практически всех, там, от Рокфеллеров до Билл Гейтса и кого-то он интервью не брал лично. То есть, понимаете, с какими людьми он встречался. И он говорит, я когда себе выбирал жену, я примерно думал так. Вот на меня это сильно повлияло. Он там много всего говорил, тренинг был для нас. Я думаю, компания много за него денег заплатила, чтобы мы его послушали. Но для меня произвел впечатление следующее. Он сказал, я когда выбирал себе жену, даже знал технологии выбора, и написал себе калаш мечты, какая должна быть жена. Блодинка-брюнетка, может быть, это не столь важно, но вот ее качество. Прописал всех и начал искать эти образы. А потом думаю, стоп, стоп, стоп. Я хочу вот эту женщину. А кого хочет она? На простой женский язык перевезу. Кто не замужем? Еще есть такие, кто не замужем? Лена, да? Лена, у тебя есть образ мужчины, которого ты хочешь? Да. А ты дотягиваешь до образа женщины, которую хочет он? Не знаю. Ты можешь за него подумать, кого бы он выбрал? Составить качественные характеры и так далее? Ну, возможно. Если ты поработаешь над собой, ты сможешь таким человеком стать? Ну, я... Вот такая ситуация. Я четко знаю, какой мужчина будет. Если он будет, я знаю, что у меня во всех сферах жизни пойдет прогресс. То есть, в первую очередь, бизнес. Потому что, не знаю, я хочу такого мужчину, который будет сто процентов меня поддерживать и вести со мной этот бизнес. Мне внешние данные, как бы, не... Ну, вот я не знаю, это больше как партнер, мне интересно, мужчина партнер. Либо это просто, просто, который будет рядом, ходить там, какие-то ароматские... Понятно. Кого ты хочешь, понятно. Ты подумай из-за него, кого он хочет. Вот такой тебе надо и стать. И ты его сразу найдешь. Он говорит, когда... Спасибо, Лена. Он говорит, что когда я прописал, кого хочет она, и стал над собой работать, то через 8 месяцев я ее встретил. Но я сам был уже другим. Понятно, что я имею в виду? Каждому из вас надо измениться, чтобы попасть из той зоны, в которой вы были, в ту, куда вы хотите. Вы должны быть другими. Вы должны быть другими. И сейчас я вам подскажу, как это делается. В общем-то, я слушал один тренинг одного интересного человека, он абсолютно... Я не буду называть его фамилией, потому что он просто ругается матом на сцене. Мы держим. Слушать крайне неприятно. Но, внимание. Он говорит, если 30% аудитории не уходит с моего тренинга, я считаю, что я недоработал. Должны выйти. Ну, дальше он продолжает. Он говорит, 12 тысяч человек по моей методике бросили курить. 25 тысяч человек, или 23, что ли, я уже не помню, по моей методике бросили пить. Я имею... То есть, представьте, миссию, какую он несет человечество. Его тренинг бесплатный. Вам не нравится, как я разговариваю? Ему там из зала. Вы могли бы мне цензурную лексику убрать? Он говорит, я ведущий сегодняшнего семинара, и я устанавливаю правила, как я буду вести. Я такой, менять себя я не хочу, вот как ты себя ломать не буду. Я такой. Я даже подозреваю, что он из новых русских, таких бывших. Может быть, даже из бандюков. Я такой. Если вас не устраивает, вон там дверь. Я даже могу вернуть деньги. Ах, семинар бесплатный. Ну, да, что я вам так... Такой прикольный. Ну, вот, да, мы решили. И вот его, его, я вчера в сауне об этом говорил, его фразы меня зацепили некоторые. Я посетил много всяких школ по целеполаганию, да, как определять цель. Мы же проходим школу, и мы вебинары вам ведем, как определять цель, что я хочу, да. Но я всегда не понимал, как же это делать. Не доходило до меня, там, прошло 3, 5, 7, может быть, даже 10 лет, вот, и я до сих пор не знал, как, хотя сам уже проводил эти тренинги. То есть они не были во мне внутри, они были во мне снаружи. То есть я красиво все расписывал, но сам в них не сильно верил. Когда я его послушал, как он определяет цель и полагание, мне стало так прозрачно, так понятно. Да, если я сейчас задам какой-то вопрос, но я не буду вас провоцировать, да, чтобы сэкономить немного времени, тем более, можно заканчивать. Смотрите, каждый из вас хочет сменить квартиру, ну, наверное, да. Каждый из вас хочет получше автомобиль, наверное, да, и это можно определить как цель, да, какая-то. И, безусловно, это будет целью. Она измеряется и математически, и в сроке достижения. Все нормально, все по технологиям. Но мне его, мне понравилось и меня зацепило, в меня вошло его понимание определения цели. Что вы будете чувствовать, если про вас все журналы и телеканалы страны и газеты напишут, что вы достигли своей цели. Итак, погнали. Наталья Невзорова купила четырехкомнатную квартиру где-нибудь, ну, не знаю, в Сочи. В Майами. В Майами. Ну, круто. Ну, вот правда. Гордость будет. Круто будет для тебя, что все узнают об этом, что ты купила квартиру в сетевом маркетинге с помощью компании. Ну, наверное, это круто, просто это немножко не моя ценность. Какая у тебя ценность? А я путешествовать хочу по миру, вообще беспрепятственно. Наталья путешественница беспрепятственно путешествует и посетила все 220 стран мира. Это будет круто. Твоя цель, не меняй ее. Вы поймите меня, что у вас у всех есть цели, и вот то, что я сейчас сказал, немножко ломает ваши цели. Правда? А может быть я неправильно ее определила? Ой, не хочу нагонять как бы пафоса, да, но у меня есть один эпизод в жизни, который до сих пор во мне сидит и во мне вызывает гордость. Причем он связан со мной и с Настей Лидерниковой. Когда она была Настей Ананитной? Когда она получала первую тысячу долларов, мы садились в маршрутку. Настя, не помнишь, что, наверное? Помнишь, да? Да? Она подошла. Ну вот мы садились, все садились, она с этим чеком, и я стою, вот просто мы садимся в машину. И она так ко мне поворачивается и говорит, с ее взглядом, Англес, Ген, спасибо вам большое. Я теперь знаю, как я буду жить. Вот такая цель меня крайне мотивирует. Если в газете напишут, кто-то сказал вчера, а, Люба, она уехала, ну какая у тебя цель? Какая у тебя цель? Я говорю, Люба, не важно какая у меня, важно какая у вас. Но если в газете напишут, Геннадий Хвостов помог 30 человекам избежать кредитов и ипотек, и они купили себе чего-то там, не я купил, а они купили. Вот эта цель меня мотивирует. Мне будет, ну я скажу, можно ставить лазер. Вот это мне нравится. Понимаете? Может быть, правда, это звучит немного пажестно, да? Ну вот, вот я такой. Так вот, ёхо мой бабай, ну ладно, 5 минут. Значит, смотрите. Психологи говорят, что выработать привычку может абсолютно каждый. Для этого нужно всего лишь 30 дней. Наши лидеры быстро все это переиграли и сказали, что... Сколько дней? Двадцать дней. Конечно. Зачем нам меден? Двадцать один. Не будем спорить, сколько. Вы можете себе написать двадцать один, можете поставить... Напишите, в чем вы хотите себя изменить. Так вот этот вот товарищ, который со сцены говорил, он говорит, а теперь представьте. Если вы будете ломать себя, ну, например, ну, пять раз в день. Вот пять раз вы себя ломаете и меняете свои привычки. Ну, например, кто выпивает или кто курит? Не курите. Да? Вот, как бы, какие-то привычки. Или бегать там. Пять минут, три минуты вокруг дома. Но вы начинаете работать над собой, потому что ваши изменения происходят не за один раз. А постепенно, чик-чик-чик-чик-чик, раз, 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 ну, представьте, пять привычек вы ломаете ежедневно. Значит, вы на пять привычек изменились. В месяц. За год сколько привычек? За десять лет? Другой человек. Совершенно другой человек. Совершенно другой человек. Человек другого уровня. Моим друзьям, я их буду называть друзьям, бывшим, неинтересно со мной общаться. Неинтересно. Потому что... Ну, вы догадываетесь, почему. Потому что мой уровень... Я за десять лет в сетевом маркетинге прочитал больше книг, чем за сорок лет своей жизни. Тобой не побухать. Нет. Причем я могу пьянить со всеми вместе. Они могут бухать в хлам просто. И я буду с ними. Мне нормально. Я могу разговаривать на любую тему. Может быть, моя аргументация. Может быть, моя энергетика им не нравится. Может быть, то, что я их вывожу на неприятные состояния. Да? Я же хочу, чтобы каждый человек... Вот, например, я вчера кому-то сказал... Кате сказала. Она сказала. А я вам говорил, что мафия. У меня один мой товарищ грешил этим. И от кого-то из наших лидеров я услышал, что так нельзя выражаться. Почему? Потому что, говоря... А я тебе говорил, что так будет. Мне кажется, что я поднимаю себя, а на самом деле я опускаю тебя. И интуитивно, даже не подозревая, каждый из вас будет думать. Блин, где на меня опустил, он не очень хороший человек. Второй раз, третий, пятый сказал. И вы начинаете избегать моего общества. Вот эту ситуацию я рассказал своему другу. И я заметил, что он никогда больше не говорит эту фразу. Понятно, да? То есть математически, какие привычки вы хотите изменить, ускоряемся. Саша, последний слайд. А, нет, последний слайд, ну-ка, еще назад. Человек начинает делать... Все начинает делать только в двух случаях. Я говорю это уже как попугая, сто пятьдесятый раз. И кто слушал меня не раз, может подумать, ну где она заладила одно и то же. Итак, человек делает что-то только в двух случаях. Когда он верит и когда он боится. Я еще ближайшие пять-семь лет буду говорить об этом почти везде. Когда он верит и когда он боится. Я сегодня попытался внести в вас веру и внести в вас страх. Кого что занес, мне все равно. Мне важно, чтобы вы сделали другие действия. И не важно, в моей вы команде или в другой. Потому что друзья, которые приезжают несколько лет к нам на рефлешку, я искренне радуюсь за их результат. Знаете, бывает, я очень рад, а я искренне рад. Если у тебя будет другой результат, Ульяна, ну, прям вот честное слово. Каждый, кто приезжает на рефлешку, мне вот так вдруг. И я позволил себе влупить вот этот график. Сейчас, помните, я вчера на диване сказал, что встреча, бесплатная встреча с Владимиром Полежаевым в Валенсии произвела на меня некое впечатление. И ближайшие пять, семь, а может быть, десять лет я буду говорить одно и то же. Есть три составляющие, которые двигают наш бизнес. И если вы сегодня станете специалистом в чем угодно, но не будете делать хотя бы одно из этих действий, то есть вы будете тормозить свой бизнес. Он, может быть, вырастет, а может быть, не вырастет. Но я хочу, чтобы с сегодняшнего дня каждый из вас, кто не директор, делал количественные действия. Заключается это следующее. Вот мысль, вот здесь Рамис присутствует, он собрать не даст, можете его еще подушить. Он на простом русском языке вам все расскажет, может быть, в деталях. У нас есть чат, где есть группа людей, которые делают 150 баллов. Итак, 150 баллов неотъемлемо из состоящего бизнес-команды. Человек, попадая в нее, хочет остаться в ней, как огурец в бочек солёта. То есть, если он не сделает, он не хочет, чтобы вся группа знала, что он не сделал 150 баллов. Понятно, да? То есть, таким образом мы привязываем человека, сохраняем. Старая поговорка, структуру составить несложно, создать несложно, сложно ее сохранить и приумножить. Вот это действие, кстати, 50 баллов в общем чате, сохраняет структуру. Второе правило. Мы должны рекрутировать. Ну, не будет роста. Понятное дело, что сейчас люди, приходящие в нашу вертикальную ветку, осматриваются. Вот они, как мы корабле, смотрят, думают, что же делают другую. Кто-то кого-то пригласит, кто более импульсивный, как Мелли, например. Она тут металась, всех хотел на все корабли попасть. То есть, первое, она была самой активной, да, может, отчасти даже агрессивной. Есть и такие новички, которые сразу, поняв идею бизнеса, начинают нервненным языком ломать свой список знакомых, портить, да, убывать, полетели. Вторая составляющая. Это рекрутинг, да, каждый из вас должен рекрутироваться. Я сейчас потом скажу, сколько и когда. И третья составляющая. Вы должны научить, научить каждого вашего новичка тому, что делаете сами. Понятно? Того, кого пригласили. Итак, мы делаем очень простые действия. Каждый каталог я пишу в начале каталога. Друзья, не забываем стратегию нашего чата. Вот все очень просто. Вот, Андрей, Оль, вам, мне кажется, понравится. Не забываем стратегию чата. Мы, как те быки на горе, никуда не спешим. Мы спустимся и покроемся стадо. Так вот, что мы делаем, Ромис? В первую неделю спокойно мы делаем 150 баллов. 150 баллов. Я как в том фильме, помните? Посмотрите, фильм хороший. Человек, который изменил все. Когда набирал команду, на основе цифр он набирал. Запишите, человек, который изменил все. Мой любимый фильм, один из любимых, который я посмотрел более чем 10 раз. И он меня тоже изменил. Верховый для меня фильм. Брэд Питт. Изменил все. В Moneyball он еще наговорился. Кто любит Брэда Питт, получит хорошую, как бы удовольствие. Посмотрите. На второй неделе мы начинаем обильно рекрутировать. Вы можете на первую неделю никого не приглашать. Вот я прям вот так. И это не панацея, потому что все говорят, что у вас должна быть ежедневно на регистрации. Выбирайте любой формат. Но на второй неделе вы должны приглашать людей. И на третьей неделе вы должны с новичками активировать номер. И научить нашей стратегии, нашей команде. Смотивировать его, сделать 150 баллов. И сразу бросить к нам в чат, как в бочку с соленым огурцами. Понятно? Мы уже говорили, вот Рамис, наверное, рассказывал, что с января мы это все дело начали. Рамис, когда, наверное, 4 человека появилось, мы создали вот такой чат. Я их просто заштибовал. Ну, кину чат. Просто собирай. К чему этот слайд? К чему этот слайд? Сейчас я создаю историю, с помощью которой мой бизнес через год или через два будет стремительно лететь, как это было, когда я создавал историю с распечатками. Наташ, помнишь, у нас 5 распечаток, скрепленные степляром? 5 всего лишь. Я людям не показывал даже цифры. В первый каталог, я их знаю наизусть. В первый каталог у Наташи, ее распечаток, у нас, потому что родоначальник нашей структуры. В первый каталог у нее было 5 человек, на второй 11, на третий 24, на четвертый 48 и на пятый 77. Дальше был уже второй лист, пошел, неудобно было. Ну, как бы они, вон, наверное, в 77 они уже не умещаются. Поэтому я закончил. Но динамика роста позволяла мне получать 80-го, 90-го, 100-го. То есть люди думали так же, что у них то же самое будет. Просто они не готовы делать то, что делали мы. А то уже у них было бы то же самое, что делали мы. Теперь объясню. Вы же не понимаете, что тут нарисовано? А у нас и сколько? А? В 3. Сейчас я уже заканчиваю. Первый день каталога. Второй день каталога. Третий день каталога. Каждый вечер, часов в 22, в 23. Иногда утром я забываюсь чуть-чуть. Я скидываю вот этот слайд, я даже обрезал вот так вот. Нарезаю его и кидаю. Я говорю, что три не оставлю. И майские, что ли, уже начались? Видите? Но смотрите. Все мы знаем, что четвертый каталог никогда не бывает больше третьего. Ну, правда? И пятый тоже проседает. Ну, в зависимости от акции, которую придумывает компания. Меня поражает самого, на самом деле, тот факт. Плотность группы в 150 баллов. Раньше не считал, сколько там сейчас получается делают люди? Прямо 20 человек. По больше сейчас. Да, по больше. Я пока еще не сводил. Для меня это маленькие цифры. Я их пока еще не сводил. Но я тупо показываю баллы всем. Ребята, если у вас... А потом я каждому из них покажу. Вот если сейчас это лидер группы имеет баллы. Вот, например, это был второй каталог. Третий. Ой, третий. Во втором мы ничего не делали, потому что там было 900 баллов. Вот это был второй каталог. Третий. Четвертый. Пятый. Ну, правда? Андрей, вот, да? Хочу по твоему поддержку. Показательно, что пятый больше четвертого. Вон, на столько. Я бы точно знаю, что у Ромиса было бы 5000 баллов, если бы они отработали новичков, которых пригласили, пока я был в Железноводске. Вот отработали. Смотрите, там не хватает 500 баллов. А новичков было чуть больше 20, наверное. Вот так. То есть, согласитесь, 20 новичков отработанных 500 баллов легко дадут. Я, может быть, у кого есть динамика, создавайте тоже свою историю. Я в прошлом году создал вот Наташины лидерский отчет. Никак не найду. Где-то они лежат. Вот я уже раз в три дочкой сказал, может, они у тебя правда где-то. Бумажные? Да, бумажные за всю историю. То есть, я сделал у себя таблицу в Excel. Сюда я ее не стал, но вы ее видели, я ее на вебинарах иногда показывал. Что всю историю, когда у меня было 630 с чем-то рублей в первый каталог, за первый год мы заработали всего лишь 49 тысяч, и дальше динамика роста, да, и в последние, там, ну, грубо говоря, те 150 тысяч, на которые я хотел выйти, мне понадобилось 8 лет. И эта таблица с графиком просто выбивает все аргументы у любого человека. С цифрами, с корей, ну, как бы, глупо. Если он скажет, что ты для меня это нарисовал, я говорю, ну, слушай, мне нет смысла тебя убеждать, я это делаю для себя. Я веду свою историю, просто тебе ее показываю. Веришь, не веришь, действительности от этого не нужно. Поэтому тот, кто любит, создавайте свои цифры, создавайте свои истории, они для вас будут действовать в дальнейшем, со временем. Но не забудьте, каждый раз на протяжении ближайших 3, 5 или 7 лет я буду говорить про эти три педа. Кто был на прошлой Арифлэшке, уже помнит, потому что с Полежаевым я виделся в Валенсии. Единственное, что я не применил это к действию тогда, но я уже говорил о том, что всего лишь три действия двигают наш бизнес. А все остальные 503 действия, они помогают нашему бизнесу. И если вы сегодня не сделали что-то из этих трех действий, вы свой бизнес остановили. Итак, на холодильник просто напишите, на холодильник, на магнит, прикрепите себе слайдик какой-то, напишите, что я сегодня сделал для своего бизнеса. И напишите, 150 баллов, прикрутен и обучение. Научить кого-то. Все, если вы будете ставить галочки, то ваш бизнес увидите, как растет. Не будете ставить галочки, хочу вам сказать еще сакраментальную фразу. Обманывать других нехорошо, обманывать себя глупо. За сим я заканчиваю. Спасибо большое, что меня выслушали, что несмотря на нашу там мафиозно-бессонную ночь, вы все-таки получили информацию и записали то, что вам интересно. Теперь осталось перейти к действиям.